всем привет сегодня ветер не знаю как будет звук записываться нормально или нет вот моя машина и сегодня я буду устанавливать сюда подкрыльник вот такой вот здесь вид вот такая вот здесь вещь происходит дырок нет так особо ржавчины тоже нет такие уже чуть-чуть коррозия присутствует машину хранили в гараже но тем не менее на стыках вот краска отходит вот задний лонжерон вот посмотрим что тут у нас под днищем какое-то такое вот состояние вот эти места это все еще живое абсолютно так может быть кое-где какие-то царапины были которые немножко поддули вот место под запаску здесь был ударчик то есть вмятина но так машина живая обрабатывать конечно нужно будет днище здесь все живое абсолютно никто ничего не шпаклевал не красил ну так подкрашивал я вот здесь вот это место началось немножко коррозии много заметно погода не совсем благоприятно для съемок ветер вот есть вмятины по кузову за столько времени 27 лет машине я думаю такое состояние очень даже ничего вот такой у меня домкрат от volkswagen audi вот так я его сюда упер здесь все живо поэтому никаких сгибаний никаких вмятин ничего не происходит ну и вот эту красоту нужно будет сейчас обработать купил я пушечное сало здесь вот внутри арки видно что кто-то не знаю как показать очень тяжело снимать не знаю если видно в общем в общем кто-то что-то промазывал эти арки там непонятно чем конечно же ну первым делом нужно вымыть все конечно же не очень хочется мне дырявить вот эти целые арочки заводские заводские но мне кажется это все-таки того стоит потому что при езде допустим зимой вслякать конечно на таких машинах лучше этого не делать кстати заметьте какая здесь обработка идет заводская почти как на volkswagen на audi но к сожалению этого недостаточно камни отбивают это все дело при езде и получается так что все равно это коррозия берет свое здесь я по возможности помыл конечно плоховато я сейчас буду это все обезжиривателем еще тереть тряпкой здесь наверное мавилем из баллончика буду брызгать все места которые я смогу не смогу кисточкой обработать а это все будет пушечным салом его нужно разогревать очень затруднительно конечно это все делать когда нету гаража но это сделать надо потому как машина очень жалко машину оставлять в таком состоянии чтобы она превращалась в металлолом хотя по факту машина отлично еще сейчас буду обрабатывать покажу после обработки ну и затем уже как буду устанавливать вот ушечное сало oil right фирма какая-то там неважно вот ушечное сало кому интересно будет вот такой консистенции она типа солидово короче как-то выглядит написано что нужно разогреть до 100-150 градусов сейчас попробую это все вскипятить не знаю может быть на газ просто поставлю и она растопится и сделается жижа можно немножко бензином это все дело разогреть разбавить то есть в общем сейчас попробую и так все по зачищал все что можно было было удержавчина небольшая загрунтовал и потом пушечным салом все замазал вот где пожирнее даже пружинку чуть подул вот там все обработал как смог даже несколько шприцов залил сюда в резину здесь есть место такое резиночка такая для видимо для заливки или для обработки как-то так скорее всего ну и вот как то так это все выглядит вот подкрыльник такой вот как-то там новопласт называется но это не суть важно качество все равно плохого потому что скорее всего на эти машины просто уже нереально найти запчастей и мало кто их делает и делают их лишь бы так что не будем на это заострять внимание ну и будем составить все что что есть собственно вот буду стараться минимум отверстий сверлить в арке покажу уже как сейчас будет все но значит результат какой получился ушло у меня здесь пять саморезов по арке не знаю насколько удачно их выбрал и ушло 4 самореза внутри вкручивал саморезы я старался в полые места которые выходят тонкие металл который просто как корпус чтобы не выходить в салон теперь красота будем надеяться побегает еще кузовок колесо это запаска у меня почему-то то ли семерочная то ли пятерочная какая она там диск вроде бы нулячий а вот покрышка уже не совсем он буду передок кидать назад потому что там есть трещины в борту видно уже резине хана то есть лучше уже назад поставить хотя на такой машине разгоняться я сильно не собираюсь максимум 90 100 иначе расход будет очень крутой поэтому вы должны это понимать не вижу я страну производителя этого этого колеса ну задние по моему написано что было на ней ссср так сейчас посмотрим может где то есть вот пожалуйста советские колеса еще стоят на машине все пять колес примерно выглядят одинаково то есть ну то есть протектор одинаковый может быть только производитель там то ли есть у меня и украина есть с серовские два колеса в общем вот так получилось буду добивать и остальные также с виду кажется это как на раз-два но тем не менее времени уходит немало тем более бегать приходится в квартиру за всеми инструментами то подогрей это пушечное сало то шурповерт вынеси ну в общем тоже мороки есть немножко кому кажется что это будет очень быстро то вы ошибаетесь ну как минимум наверное день с утра до вечера бьете если все сделать по уму хотел вам показать китайское крыло которое установлено было на мою шестерку когда-то там не знаю когда потому что было все это до моей покупки ну какое-то вот такое крыло вроде бы как бы и нормальное крыло удар машины небольшой претерпело в общем крыло поменяли как видите здесь в адеквате все тут маленько подкрасил я это дело вот видно переход ну надо было ну что похабно было сделано и был у меня сломан вот такой повторитель поворотничек решил его поставить заметил вот такую вещь вот так вот а не входит то есть деталь полная фуфло потому что даже элементарно поставить деталь не получается так что будьте в внимательны при покупке покупайте адекватные вещи потому что вот сейчас придется мне надфилем это все дело раздалбывать либо высверливать как-то геморрой вот это все что я хотел сказать так что всем спасибо за внимание всем пока пока